всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет домашний влог я сегодня хочу приготовить пирог с брусникой будем готовить вместе с вами и также у меня попросила мужа заехать в магазин кое что купить я снимаю себя в гардеробной просто потому что у нас что-то сегодня целый день пасмурта и везде такое ужасное освещение что я тут по всему дому хожу еще где свет получше я бы хотела ответить на такой вопрос который вот вот последнем видео там где я показывала свои штаны с алиэкспресс и вообще уборку по поводу похудения вообще поправилась ли я за праздники или нет нет мне не зависит от времени года от праздников их наличие их отсутствие не зависит мой вес я уже об этом говорила все почему вот как мне кажется да потому что я себе позволяю есть все что мне захочется только в небольших количествах и поверьте вкусовые пристрастия у меня такие мне нет такого что мне хочется с утра до вечера есть одни пироги булки и шоколадки или там что-то соленое сладкое так далее у меня вкусовые пристрастия немножечко другие вообще я вы знаете стала такой я бы назвала себя даже привереды в еде я жутко привередничаю я это не хочу это не буду это мне не нравится вот как маленький капризный ребенок примерно если мне что-то не нравится я это просто не ем это касается новогоднего стола я же готовила не только там для себя хотя я особо не готовила потому что болела да но и там для других салат оливье это например любимый салат моих мужчин всех и я вот со всего огромного стола выбираю только то что мне нравится кушать вот и все и я всегда так я не голодная не буду есть я никогда не ем как в последний раз знаете такая история хотя раньше такое у меня было то есть есть еда я ее ем 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 вот сейчас такого нет поела наелась успокоилась ушла как бы для меня еда отношение к еде совершенно другой я ем не для того чтобы получить удовольствие хотя я получаю удовольствие от еды потому что я ем только то что мне вкусно вот какое-то такое непонятное да но я ем даже больше наверное для того чтобы получить энергию от еды нежели вот затем нет такого у меня что я от скуки начинаю есть хотя раньше такое было но это просто это отношение к идее то изменение отношения к идее то вкусовые привычки вкусовые пристрастия не знаю пищевое поведение назовите как угодно но она вам не меняется и чем я не знаю чем старше наверное становлюсь тем больше я становлюсь привередок еде то есть я несмотря на то что какие-то продукты полезны если они мне не нравятся их не буду есть вот эти вот модные вся на блины вся на каши запаренная овсянка так далее или не люблю мне не вкусно я не буду это есть вот и все и может быть потому что в течение вот всего периода всего года я себе позволяю есть много то есть если мне захочется салат оливье я его просто приготовлю и съем то но я приготовлю не таз оливье да а просто салатницу если мне хочется там не за колбасы я куплю себе съем кусочек 23 и все то есть я не жду вот такого пика когда вы прям хочется знаете так настолько сильно что ты вот прям вот вообще спишь и видишь я вот такого пика не жду захотелось сделала съела и так далее именно поэтому может быть новогодние праздники у меня нет такого гопы срыва то то есть для меня новогодние праздники это не не праздник живота это праздник скорее в чем-то другом в том что я там могу несколько дней там провести в кровати с книжкой например как-то отдохнуть общаться когда все дома дети муж как бы куда-то сходить и так далее для меня вот это больше является праздниками чем еда вот и все я просто мне просто все равно на еду есть это хорошо я поела нет еды и слава богу что называется вот как то так я не сейчас не слежу за своим весом я не голодаю никак вообще не запариваюсь да я периодически взвешиваюсь и мой вес сейчас вот вообще стабилен крайне стабилен я даже сама удивляюсь он где-то варьируется 57 58 килограмм я и худеть не хочу и полнять не хочу то есть у меня сейчас но критично наверное 59 килограмм вот это если я увижу такую цифру на весах я наверное откажу себе но в сладостях все я не потребляю большое количество булок там чего-то такого я вообще я очень люблю фрукты очень люблю рыбу овощи что-то такое легкое мне я не встаю из-за стола с чувством тяжести с чувством вот вы знаете когда вот кажется что ты как сейчас как колобоку так вот рухнешь и покатишься вот такого нет чувство насыщения есть да я поела я наелась мне хорошо и все но и плюс привередничаю то есть ем только то что мне вкусно если мне не вкусно я не буду есть но наверное кроме каких-то моментов к нам больше ничего нету это я в этом но вижу что там я не хочу там допустим я сейчас макароны или суп или еще что-то я возьму там яблочко бананчик фрукты у меня есть всегда я не знаю что то такое съем и все вот как то так я просто спокойно отношусь к еде еда для меня не является получением удовольствия удовольствие в чем-то другом хотя раньше я получал удовольствие посредством еды я уже об этом говорила неоднократно и если у вас есть такое просто найдите себе что-то другое что будет вам приносить удовольствие хобби какое-то или от знаете вот это вот а делать нечего пойду поем а лежу смотрю телевизор скучно пойду поем нет у меня такого нет если мне скучно я что-то там читаю книжку или что-то в этом духе вообще кстати за собой стала замечать что я перестала я нахожусь скажем так в таком возрасте когда я делаю только то делаю ем ношу и говорю и читаю смотрю и так далее только то что мне нравится и больше вообще никак то есть это там как должен прочитать каждый мне не нравится это я не буду читать и за этим должен следить каждый мне не нравится я не буду за этим следить ношу то только то что мне нравится не знаю пользуюсь теми духами которые мне нравится все только то что мне нравится приносит мне удовольствие наслаждение во всей сфере и это касается в том числе еды это мне кажется знаете ну некая такая любовь к себе потому что я не буду вся пичкать что-то что мне не нравится что мне не приносит удовольствие но это полезно кто-то сказал это надо есть если мне это скажет врач и это будет скажем так решаться вопрос там моего здоровья и врач мне скажет наташа ты должна есть овсяном блины каждый день вот тогда да я к этому прислушаюсь но не более того вот как-то так у меня происходит именно наверное из-за этого я не набираю вес потому что я абсолютно спокойно и есть еще такая история как поесть как в последний раз то есть я тоже от этого избавилась я смотрю на еду ну окей она есть но кто-то съест ее другой ну ладно я не буду вся пичкать пихать потому что вот она есть только сейчас если мне там завтра захочется я пойду приготовлю себе да или пойду куплю в конце концов но как-то так вот я действую на поэтому наверное мне и удается удерживать вес в том в том виде в котором он есть но и худеть я больше не хочу несмотря на то что мне многие пишут по поводу моего животика да он у меня есть и я не стесняюсь этого я не говорю но при этом я кстати тоже не говорю так что типа ну я родила двоих детей поэтому живот это нормально нет это не нормально он мне есть спорт мне в помощь но не более того и тоже спортом занимается ленюсь ленюсь девочки вообще не могу как надо как-то под себя заставили не спортивный человек девочки я вообще вот всю свою жизнь к спорту относилась так но я кому постою посмотрю и на этом все но сейчас я понимаю что конечно споры хотя какие-то минимальные упражнения хотя какой-то кардио но конечно помогает телу быть в тонусе но не более того и ну вот как-то так вот надо кстати брать себя в руки и заниматься хоть чем-то а то я что-то вообще лодори еще тот на этот счет вот как-то так у меня происходит и и все но я думаю кто смотрелся мои видео про похудение тот наверное понимает о чем я сейчас говорю если не есть они смотрели обязательно посмотрите суть 1 меньше есть вот и все наслаждаться жизнью любить себя любить все что вас окружает радоваться этому всему получать удовольствие от даже каких-то мелочей не за стакана молока чтобы вам было вкусно это молоко и потому что кто сказал что этот производитель производит только вкусное молоко а вот то что вкусно вам они кто-то сказал вот и все вот но я надеюсь я так немножко сумбурно но вкратце рассказала в принципе вот вот так вот у меня происходит вот но сейчас пойдем сами готовить на такой ноте до похудения пойдем с вами готовить пирог уже еще попросила заехать купить масло подсолнечное сливочное тесто хлебок в итоге вот 3900 практически но и отдельно видео снимать не буду такая небольшая закупка купила мужу такие наггетсы не знаю детям ему тоже последнее время нравится вот такие классические кстати марки морозка ни разу не покупала вот попробуем потом купила снова для пиццы соответственно папироне для пиццы и сыр вот такой голландский российский но мы трем обычно на запекание вот этот российский сыр и голландский вот такой кто взял две упаковки фарша домашнего дальше тесто вот это дрожжевое булочки всякие разные из него делаю марты марки лента очень кстати хорошее тесто мне нравится две упаковки по 500 грамм также вот такой сыр плавленные с грибами тоже как-то брала от ленты и очень вкусный сыр ничем не хуже там хохланд и тому подобное так здесь еще колбаска вот такой сервелат коньячный взял вот такой дымов колбаску вот такую дальше сметану правда 15 процентную ну ладно здесь он себе булочки вот такие вкусные взял чесноком он кстати любит очень надо мне самой научиться делать тесто дрожжевое арахис жареный масло взяла вот такое сливочное не знаю такое мне кажется я не пробовала но попробуем тостовый от хлебный дом вот такой от ленты кстати и тут и тут неплохой масло взяла вот такой лентовская кстати не брала его мне кажется ни разу по крайней мере не помню но попробуем соки здесь яблоко яблоко ягоды лимонад но любит у меня муж и соки лимонады в общем да и вот такое молоко еще небольшую упаковочку с блинчики сделаю хлеб еще вот такой столовый и здесь яйца циноль куриные 30 штук и здесь немножко фруктов яблочки вот такие golden по 59 рублей немножко мандаринчиков все вот таких и бананы вот такие по 54 рубля здесь у меня еще томаты на ветке последние 11 рублей и три огурчика взял вот такой у него поход в магазин сейчас покажу вам сразу чек сама получилось 3 965 скидка составила 1232 рубля сейчас как раз сделает пиццу сказал вот у меня у муж тут такой умничка пожарил магица пиццу сделал с папироне еще сосиску сюда добавил и вот еще это пицца 2 умничка у меня сейчас будем кушать но я тут начала готовить пирог значит для теста этого пирога нам понадобится сметана 2 яйца мука разрыхлитель теста мукой обязательно просеиваю вместе с разрыхлителем сразу смешиваю сахар и все эти ингредиенты мы просто будем хорошо смешивать сразу все вместе в блендере чтобы получилась такая водородная скажем так масса то есть хорошенечко просто вымесить нужно тесто оно получится такое достаточно жидкое я силиконовую форму смазала маслом вот такое достаточно жидкое у нас получается тесто и теперь будем делать начинку нам понадобится творог манка сахар и 3 яйца можно еще добавить ванилин или ванильный сахар как в тесто так и в саму начинку сверху будем посыпать уже самой клюквы все просто также мы все ингредиенты кроме клюквы смешиваем блендером хорошенечко хорошенечко перемешиваем нас получится даже такая жидковатая консистенция которую мы будем заливать сверху на наше тесто вот такая вот начинка у меня получилось ведь она такая достаточно жидкая вот и буду выливать ее сверху на наше тесто ну а сверху я выкладываю ягоды это у меня брусника и но тут попадается кстати у меня и клюква и может чернички немножко попасться это мы собирали летом у меня ягоды замороженные были я их разморозила предварительно и буду посыпать но скажу вам сразу что лучше добавить побольше ягод и немножечко их втопить скажем так туда в это тесто но я что-то в этот раз пожалела подумала что получится слишком кисло но нет если сверху посыпать сахарной пудрой то получится очень даже неплохо ну и будем отправлять в духовку по рецепту написано при температуре 200 градусов разогретую духовку на 40 минут и пирог должен хорошо хорошо подрумяниться плюс готовность проверяем мы обычные деревянные зубочисткой или палочкой вот такой вот у меня получился пирог на мой взгляд даже чересчур он подрумянился вот с одной стороны вообще получилась такая корочка прямо я бы поставила все-таки поменьше температуру но решила делать так как написано в рецепте поэтому я сверху решила обсыпать его сахарной пудрой чтобы не так было заметно что он такой достаточно темненький но если бы я меньше чем 40 минут его держала то он бы внутри не пропекся также я еще сварила компот тоже раз различных ягод с огорода скажем так и даже вот эти яблочки это у меня замороженные падан сыпал с пирогом будет просто нереально вкусно вот так вот выглядит пирог в разрезе видите внутри все пропеклось и так как творог у меня был такой достаточно рассыпчатый он даже виден внутри по вкусу получается как творожная запеканка с ягодами с компотиком очень 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 вкусно девочки я вам прям советую вот такой вот он видите внутри хорошенечко пропекся и получается очень вкусный и он тоже немножко прилегла девочки пирог получился очень вкусным такой прям внутри но сочетание творога вот этого теста и ягод очень получилось вкусно единственное что по рецепту 200 градусов 40 минут я бы поставила 180 градусов может быть минут 50 бы потому что он хотя по рецепту так и написано что он должен быть такой сильно подрумянин и вот но мне кажется что немножко он сверху подгорел если делать как по рецепту он и тут подгорел прямо такой слишком подрумянился то есть я бы поставила 180 градусов минут на 50 наверное что внутри вот он полностью пропекся на пирог очень вкусно получается и вкусно еще будет он с разными другими ягодами например с малиной было бы очень вкусно мне кажется с любыми вообще ягодами и он получается не сильно приторно-сладкий я вам все ингредиенты как обычно напишу внизу в комментариях так что советую попробуйте но температуру не 200 градусов основу 190 180 вот так вот где-то но тогда время побольше в общем вы поняли но пирог мне понравился я обязательно приготовлю потом его опять какими другими ягодками вот но я на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч